Беларусь отмечает День знаний. У тысячи студентов, школьников и, конечно, их родителей начинается новый ответственный этап. Президент по традиции разделяет торжественный момент. И 1 сентября провел с теми, за кем без преувеличения будущее страны. Александр Лукашенко посетил национальный детский технопарк. Образовательному пространству два года. За это время здесь прошли обучение почти 2000 школьников. Позади 25 смен. Каждая почти по месяцу. Воспитанники технопарка – будущее страны. Здесь учатся одаренные и талантливые ребята со всех регионов. Поступить совсем непросто. Конкурс три человека на место. Но и перспективы открываются прекрасные. Ребята постигают самые передовые и востребованные направления для экономики. От виртуальной и дополненной реальности до нанотехнологий и зеленой индустрии. А создавался технопарк по решению главы государства. Идея его создания родилась в тот момент, когда я впервые посетил подобный центр в России – Сиру, Сочи. И эта идея легла уже на подготовленную почву. Я несколько раз там бывал, изучал. Этот центр вдоль и поперек исходил. И гидом у меня тогда был, экскурсоводом, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он был инициатором создания «Сириуса» в Сочи. И тогда я ему сказал, что Беларусь тоже неплохо было бы создать подобный технопарк. Надо, чтобы «Сириус» оказал нам поддержку. Он здесь же дал распоряжение. И вот так мы, изучая опыт России прежде всего, а потом и весь мировой опыт, приступили к созданию здесь этого центра. Должен вам сказать, что это только начало. Я знаю, что желающих значительно больше здесь обучаться, получать более высокие, продвинутые знания. Если это такие же ребята, как вы, то этот технопарк надо расширать до таких пределов и возможностей, чтобы все ребята, которые стремятся получить более современное и знания на более высоком уровне, имели такую возможность. Главное, отметил президент, чтобы выпускники технопарка не забывали о своей стране и трудились на благо Беларуси. Вы люди будущего. Вы люди науки. А наука не может замыкаться сегодня в рамках даже самого большого продвинутого государства. Америка, Китай, там Соединенные Штаты. Нет. Тем более Беларусь. Наука интернациональна. Она такой была всегда. И только тогда она имеет перспективу к развитию, если она будет интернациональна. Поэтому всех не замкнешь в этих границах. Но где бы вы ни были, вы должны помнить, что это ваша земля. Что эта земля сделала все для того, чтобы вы выросли грамотными, продвинутыми и могли работать в любой стране. Второе направление. Вы уже не маленькие дети. Вы создаете какой-то продукт. Мы будем делать все и помогать вам будем, Если вы что-то придумаете, изобретете, полезное для производства, для нашей страны, будь то промышленное, сельское хозяйство, транспорт, связь и так далее. Мы с удовольствием у вас в первоочередном порядке приобретем этот товар. То есть сегодня надо производить и продавать. Коммерциализировать ваши знания. И помните, вы очень нужны нашей стране. Своей стране. Я поздравляю вас и в вашем лице сегодня всех белорусских школьников, студентов, курсантов с днем знаний. Первое сентября еще и повод для подарков. Теперь в университете. Это часть образовательной программы. Ребята будут ездить на микроавтобусе. Также главе государства доложили о работе технопарка и направлениях выявления и приумножения талантов одаренной молодежи. Речь шла также и о правилах приема в технопарк. Этапы отбора, три основных этапа, подача заявки онлайн, выполнение комплексного тестового задания и собеседование в конце глаза в глаза с каждым годом. А почему мы не можем их опыт взять, Андрей, по вступлению в вузах, вот как они это делали? Прошу, именно так и делаем для ребят-целевиков. Тест сели, с глаза на глаз поговорили, приняли, набрали студентов. Боже мой, по вашему поручению, в этом году целевиков мы набирали именно таким образом. Остальных нет, но мы будем носить предложение, чтобы у нас в гуманитарном направлении. И вам надо подключиться, выбрать механизм приема вуза. Ну вот что лучше, тестирование, собеседование, как в советские времена были, и так далее. Ты же не тестировался, а в советские времена. Вот, понимаете, надо выработать оптимальный вариант. Но смотрите, чтобы не пропали эти ребята. Это же уникальные дети. Александр Лукашенко посетил учебный корпус, где ознакомился с деятельностью лаборатории авиакосмических технологий, электроники и связи, робототехники, энергетики будущего. Воспитанники технопарка продемонстрировали свои разработки. Праздникой в деревенских школах поздравить школьников и студентов в Могилевскую область приехал глава администрации президента. Торжественная линейка в Овсянковской средней школе Горецкого района. По традиции первый звонок и исполнение государственного гимна. После церемонии Игорь Сергеенко посетил учебные классы и подарил детям подарки. Особое внимание сегодня первоклассникам. Впервые за парты школы в Овсянке сели 8 ребят. Глава администрации президента поблагодарил педагогов за добросовестный труд, терпение, нестандартные подходы к обучению и воспитанию. Наша общая задача всех и педагогов, и руководителей органов власти всех уровней, и родителей. В начале учебного года об этом мы говорим. Воспитать наших детей здоровыми, образованными и, самое главное, патриотами нашей Беларуси. Также Игорь Сергеенко сегодня посетил и сельскохозяйственную академию. 1 сентября в ВУЗе открыли две новые лаборатории. Одна из них технического сервиса машин. Игорь Сергеенко ознакомился с возможностями новых лабораторий. Побывал в учебно-выставочном центре факультета механизации, где собраны самые последние образцы техники отечественного производства. Премьер-министр поставил в системе образования твердую четверку за работу над ошибками при подготовке к новому учебному году. Также в День знаний глава правительства открыл новую школу в Гродно. Объект долгожданный в микрорайоне Грандича. Живет много младых семей. Этим утром сюда пришли больше двух тысяч детей. Одних только первых классов. Восемнадцать школа в числе самых современных в стране и самая большая по площади в Гродненской области. На двадцати тысячах квадратных метров просторные кабинеты, столовая, спортзал, два бассейна. На улице стадион с тренажерной площадкой. Самым маленьким школьникам на их первом в жизни уроке глава правительства вручил подарок от президента. Книгу «Беларусь моя родима». В ответ от детей получил красочное издание о Гродно. Желаешь идти в школу дочери? Желаем. Мы идем в первый Г-класс. У нас прекрасный педагог. Красивая школа. И мы очень счастливы, что живем в новом микрорайоне. Собиралась сегодня, встала очень рано. Наряжались, одевались. Наряжались, прически. Очень хотим. Очень рады, что такая школа красивая нас принимает. Кроме того, премьер-министр проинспектировал, насколько оборудован и соответствует всем нормам пищеблок в школе. А он здесь с обеденным залом на 340 мест и лучшим кухонным оборудованием. Также подвел итоги масштабных проверок в школу на безопасность и чистоту. Мы провели повторный контроль даже тех учреждений, которые уже имели аттестат готовности или сертификат готовности. Но, как и подозревал, в ряде из них все равно были выявлены определенные вещи, которые ускользнули от глаз, но уже от второго повторного бдительного осмотра ничего не скрылось. Поэтому я сегодня могу с уверенностью сказать, что подавляющее большинство школ готовы к учебному году. Там, где остались работы, они будут, как я сказал, завершены без всяких компромиссов и закрытия глаз на что-либо. Таких школ в Беларуси есть почти 3000, остается 18. Это те учреждения образования, где идут масштабные капитальные ремонты. При этом все школы, действующие в них, также созданы условия для безопасной учебы. Новый учебный год стартует и в специализированных учебных заведениях. Торжественная линейка прошла в лице МВД в Минске. Несмотря на всю ответственность профессии, трогательный первый звонок звучит и здесь. Еще одно обязательное действие в начале церемонии – исполнение гимна. Также подняли государственный флаг. На плацу все пять курсов. Рядом родители. На праздник ребятам приехало и руководство МВД. На опутствие молодое поколение министр отметил их стремление быть настоящими патриотами. Поблагодарил родителей, преподавателей. Отметил важность преемственности поколений в милиции. Будущие выпускники вручили первокурсникам памятные подарки глава ведомства – новые погоны сотрудника министерства. Я очень рада, что поступил и горжусь этим. Праздник очень волнительный. Мы готовились несколько дней. Особенно уделяли время строевому шагу. Эмоции – только гордость за сына, за то, что он поступил. Он поступал. Это его мечта была. Надеемся, что он будет и дальше продолжать свое стремление к лучшему и в планах поступать в академию. Мы делаем все для того, работаем с ребятами, с юными ребятами, чтобы они становились патриотами нашей страны. Они и есть патриоты нашей страны. Хочу отметить большой конкурс. Такого не было за все годы существования лицея. Никогда. Четыре человека на место. Но поступили те, кто имел высокие баллы по успеваемости, по физической подготовке. В специализированном лице юноши обучаются с пяти лет с шестого по одиннадцатый класс. Всего 250 человек. Пятая часть сегодня новобранцы. Воспитанников готовят для поступления в Академию МВД. Боевое братство 2023 официально началось. Старт учения МДКБ дали сегодня в Брестской крепости. Церемония началась с возложения венков и цветов к вечному огню. Минутой молчания почти репамять героев в Великой Отечественной. В учении принимают участие национальные контингенты пяти стран Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Более двух с половиной тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения и техники. Учение плановое нацелено на обеспечение коллективной безопасности стран ОДКБ. Особенность – комплексность маневров. Цели и задачи, которые поставлены на учение, я уверен, будут достигнуты, потому что проведена очень большая подответственная работа до начала активной фазы учения. В районе проведения учения, проведено слаживание штабов и боевослаживание подразделений. Лишны все вопросы взаимодействия. В ходе активной фазы учения мы предполагаем отработать ряд специальных задач, которые в предыдущие годы не отрабатывались. В первую очередь, это вопрос всестороннего обеспечения аэродромного участка дороги. Второе – это сводным формированием войск РХБЗ медицинского обеспечения будут отработаны вопросы организации района карантина. Подразделениями ПССН будут отработаны вопросы проведения антитрагестической операции на одном из объектов обеспеченной жизненности населения. Здесь, на этих учениях, ты узнаешь, что новое. Для себя делишься этим опытом с боевыми товарищами. Интересно посмотреть на других военнослужащих других стран. Коллеги показывают себя, показывают свои возможности, что умеют они. Но мы покажем, что лучше. Мы уже участвовали в около двух-трех тренировках. В дальнейшем уже начинается активная фаза. Нам предстоит согласовывать все действия с соседними странами. И надеемся, что, главное, все пройдет без никаких ошибок и выполним свою задачу в полном объеме. Первый этап учения пройдет сразу на нескольких полигонах и завершится 6 сентября. Кто закроет границы для белорусов и кто может открыть глаза американцам, какой суд ждет Байдена? Гуманный или небесный? И какая судьба у земель Украины? Поле теми вопросами очертили вы. Теперь ждите ответов в рубрике «Лавров за гранью». Юмор своеобразен, откровенность безгранична. Смотрите сегодня сразу после вечернего выпуска новостей на ОНТ. Сегодня в «Лавров за гранью» наша уже традиционная пресс-конференция наоборот, где за все ваше один я и отвечаю. В каком полку служили? На что отвечу, что тоже читал 12 стульев и знаю, что за таким вопросом идет предложение сдать деньги. Фонд Меча и Орала, где полная тайна организации. И как вы верно заметили, того же Байдена, например, за взятки от украинских бизнесменов, которые он получал через его сына, и правда, не судят. Может, пока. Чтоб обычные литовцы, поляки, латыши, да в конце концов, даже эстонцы, когда до них дойдет, не видели, как у нас все плохо. А чтоб только слышали. Отчин уж. А то насмотрятся и начнут плохого хотеть. Для чин уж этих самых. Так. Я видел. так какEE-то. ymijакинякинякинякнякникш с украинск 끼 τα citizens veel, и так далее. Трансто Tarah